Здравствуйте! Нам нужно выполнить умножение, записать ответ в виде несократимой дроби и указать область допустимых значений. Начнем с области допустимых значений. Мы должны исключить из множества допустимых значений те значения, которые делают наше выражение неопределенным. В данной ситуации это может произойти только в том случае, если любой из знаменателей будет равен 0. Значит, мы должны исключить следующее значение – а равное 0, b равное 0, х равное 0 и у равное 0. В противном случае мы получим неопределенное выражение. Значит, область допустимых значений представляет собой множество всех действительных значений а, b, х и у, кроме 0. Другими словами, нам подходят все значения, кроме а равное 0, b равное 0, х равное 0 и у равное 0. Или же мы можем сказать, что множество решений – это все действительные значения переменных, при которых а, b, х и у не равны 0. Ни одна переменная не должна принимать значение 0. Существует много вариантов записи. Теперь приступим к умножению и упрощению этого рационального выражения. Чтобы перемножить эти дроби, нам всего лишь нужно перемножить в отдельности числители и знаменатели. Итак, в числителе у нас будет 3х2у умножить на 14а2b, а в знаменателе будет 2аb умножить на 18ху2. Посмотрим, что можно сократить. Мы можем 14 разделить на 2 и 2 разделить на 2. 14 делить на 2 – это 7, 2 делить на 2 – это 1. Также мы можем 3 разделить на 3 и 18 разделить на 3. 3 делить на 3 – это 1, 18 делить на 3 – это 6. И поскольку на 2 и на 3 мы делили и числитель, и знаменатель, то значение выражения не изменится. Еще мы можем а в квадрате разделить на а. Тогда в числителе будет уже а, а в знаменателе – 1. Также у нас сокращается b в числителе и в знаменателе. Можно еще сократить на х. х в квадрате разделить на х – это х, а х разделить на х – это 1. И теперь осталось только разобраться с у. Разделим числитель и знаменатель на у. Если мы разделим числитель на у, то получим 1. А в знаменателе получим у. Что же у нас в итоге осталось? Итак, в числителе будет… 1 мы игнорируем 7 умножить на а и умножить на х. Это у нас в числителе. А в знаменателе будет только 6у. И к ответу мы еще должны добавить ограничения – а, b, х и у не должны быть равны 0. Вы, возможно, спросите, а почему а, b и х не должны равняться 0? Ведь в получившемся выражении только у в знаменателе, только у, равный 0, делает выражение неопределенным. А я вам отвечу. Поскольку эти два выражения равны между собой, то и области допустимых значений у них должны быть одинаковыми. Если рассматривать оба выражения как функции, то чтобы эта функция была равна этой функции, их области определения должны быть равны. Если мы включим значения а, b и х, равные 0 во множество допустимых значений, то тогда эти два выражения не будут уже равны между собой. А если вы хотите, чтобы они действительно были равны, то и ограничения в значениях у них должны быть одинаковыми. На этом все. До скорых встреч!